Экономика Соединенных Штатов действительно испытывает кризис в настоящее время. Там заморожены выплаты по государственным обязательствам, заморожены зарплаты их бюджетникам, государственным служащим и так далее. Рецепт очень прост. Сократить военные расходы, потому что это на самом деле статья, на которую уходит непомерное количество денег бюджетных американских. С другой стороны, это инструмент поддержания Соединенными Штатами мировой генемонией. Так просто отказаться она от них не может, но может хотя бы не увеличивать эти военные расходы. Сейчас в Конгрессе идут дебаты между сторонниками и противниками Обамы по поводу объемов этого самого военного бюджета. Ястребы требуют, чтобы военный бюджет был сохранен либо в прежних объемах, либо наращивался. С другой стороны, разумные экономисты полагают, что экономика Соединенных Штатов в нынешнем ее состоянии, она уже этот военный бюджет не потянет. Это именно бюджет не оборонный, а бюджет наступательных вооружений и всевозможных операций в разных точках мира, на которые США тратят действительно очень много. Мне кажется, что экономический кризис в США пока не носит фатального характера, то есть он достаточно локальный. Это именно проблемы Штатов, а весь остальной мир из кризиса и не вылезал. Можно сказать, с 1998 года, когда упал таиландский БАД, то лихорадит периодически в разных уголках земного шара с разной степенью интенсивности потряхивает. Можно спорить, экономисты спорят, когда закончилась первая волна и закончилась ли она вообще. У нас главная проблема, это, наверное, не международная экономическая ситуация и финансовая, а собственная деиндустриализация, которая повлекла за собой падение производства, депрессию, рецессию. Мы уже вступили в период рецессии, как говорят нам экономисты. Здесь первопричина в нас самих, то есть внешняя конъюнктура, безусловно, имеет некое значение, но если мы не будем сами развивать свою промышленность, а будем, опять же, такой универсальной трубой для всего мира и разговаривать о сфере услуг и так далее, то мы очень быстро скатимся на позиции, скажем так, третьего или даже четвертого мира, упав ниже той же Бразилии, Индии, Южной Африки, наших союзников по БРИКС. Пока еще не упали, но все в перспективе. Поэтому, конечно, ситуация в Америке нас волнует, но гораздо больше нас должна волновать ситуация в собственной экономике.